За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 130 происшествий, из них 9 преступлений, 8 из которых раскрыто. По одному проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 55 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло три дорожно-транспортных происшествия, пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и недопущению роста дорожно-транспортных происшествий в период летних каникул на территории Ненецко-автономного округа с 18 мая по 14 июня текущего года было проведено профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». В период проведения мероприятия на территории округа реализован комплекс мер профилактической направленности. Сотрудники ГИБДД совместно с общественностью провели обследование эксплуатационного состояния подъездных путей к пришкольным летним площадкам образовательных организаций, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений. В образовательных организациях перед и во время летних каникул сотрудники ГИБДД совместно с педагогами школ провели беседы, радиолинейки, познавательные игровые программы по безопасности дорожного движения. В ходе мероприятия нарядами ДПС выявлено 13 нарушений требований перевозки детей в автомобиле, 6 за непредоставление преимущества в движении пешеходам, 1 за управление транспортным средством в состоянии опьянения несовершеннолетним. За период проводимых мероприятий на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних детей. В целях обеспечения неотвратимости наказания за совершение административного правонарушения и повышения эффективности деятельности по взысканию административных штрафов в период с 20 по 21 июня проведено специальное мероприятие «Должник», по итогам которого проверено 168 адресов, проведено 63 беседы, вручено 56 квитанций, представлено 9 квитанций об оплате штрафа на сумму 4700 рублей, составлен один протокол об административном правонарушении. В целях повышения эффективности работы по выявлению и документированию фактов организации либо содержания притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также выявление и раскрытие преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 19 по 22 июня проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Притон». В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудниками полиции выявлен один гражданин, употребляющий наркотики. По данному факту полицейские проводят административное расследование, по результатам которого гражданин будет привлечен к ответственности. 26 июня 2017 года «Стражи порядка» посетили детскую школу искусств, где провели с учащимися профилактическую беседу на тему «Терроризм, угроза миру». В ходе мероприятия «Стражи порядка» рассказали ребятам, как нужно действовать при обнаружении подозрительных предметов, появлении подозрительных людей, как себя вести, если вас захватили в заложники. Также полицейские довели до ребят информацию об уголовной и административной ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Дети задавали Стражам порядка интересующих вопросы, делились своим мнением. В завершении профилактического мероприятия полицейские раздали детям память, как вести себя при угрозе теракта, и продемонстрировали короткометражные видеоролики, наглядно повествующие о том, какие действия следует предпринять при обнаружении подозрительных предметов в общественных местах. А также показали мультфильм о том, как правильно вести себя на улице и дома, чтобы не попасть в беду. В целях повышения эффективности и выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, с 13 июня по 15 июля 2017 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие МАК-2017. Следователям следственного отдела в отношении жителя округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Полицейскими в ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что подозреваемый скачивал из сети интернет контрафактные версии программного обеспечения операционной системы Windows, а также файл, используемый для взлома кодов и обхода защиты в программах, который является вредоносным программным обеспечением. После чего мужчина из разных комплектующих собирал компьютеры, устанавливал на них вредоносное программное обеспечение и сдавал их в аренду, размещая данную информацию в сети интернет на сайте объявлений Авито. Сотрудники полиции напоминают об ответственности граждан, оказывающих услуги по установке нелицензионного программного обеспечения, его распространения и использования. Максимальное наказание за совершение противоправных деяний предусмотрено в виде лишения свободы сроком до шести лет. Уважаемые граждане, полиция предупреждает, что гражданин несет ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, и перед установкой нового программного обеспечения на компьютер необходимо проверять наличие официальных лицензий и сертификатов на правообладание данной компьютерной программой и защитным ключом. 19 июня при проведении проверки законодательства Российской Федерации в сфере миграции на территории города Наринмара сотрудниками отдела по вопросам миграции выявлено 8 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без разрешительных документов. Данные иностранных граждане привлечены к ответственности по статье 18.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. И на них наложены административные штрафы на общую сумму 16 тысяч рублей. Также к административной ответственности по статье 18.15 Кодекса об административных правонарушениях. Незаконное привлечение к трудовой деятельности Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. Прилечено физическое лицо, которое привлекло иностранных граждан для работы в частном хозяйстве. 25 июня 2017 года состоялось празднование Дня Молодежи. В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности было задействовано 60 сотрудников полиции. Нарушение общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий не допущено. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя!